Они когда начинали служение, по-моему, в первые годы их общины, они сделали пасхальный садок, пригласили там много, как говорится, наших людей на садок, пришло много евреев, знаете, и в это время наш сегодняшний гость, архиепископ, правильно? Обновленческая православная церковь, отец Сергий, был как раз в гостях в дружественной, харизматической церкви. И, в общем, пастырь что-то так себе подумал, что было бы неплохо сводить его в гости и показать, как там все проходит. Но, как говорится, в силу истории, знаете, ну, как говорится, наши люди, которые ходят в синагогу, там, не воспитаны в такой еврейской традиции, для них, к сожалению, не всегда ортодоксальная встреча с ортодоксальными, скажем, служителями церкви является такой приятной, как бы, встречей. Одни были напуганы, подумали, что сейчас их тут начнут крестить или перекрещивать, или еще что-то. И когда уже пастырь понял, что произошел конфуз, отец Сергий взял микрофон и начал петь молитвы на еврите. И тут, конечно, как говорится, все эти прекрасные люди поняли, что они в этой жизни мало что знают, когда они увидели человека в православном облачении, который поет еврейские молитвы. И сегодня, как говорится, у нас действительно замечательный человек, хороший историк, хороший спикер, проповедник, и муж Божий, и служитель, представляем вам, передаем вам слово. А может быть, по заказу в Бердичевской общине, вы тоже что-нибудь нам споведили на еврите? Давайте вам приветствуем, вам слово. Спасибо, что вы приехали. Шаба-шалом, друзья! Шаба-шалом! Да, и с удовольствием и спою, да хоть я станцию. Знаете, друзья, рад вас приветствовать. Я уже бывал в Бердичеве, правда, давно уже, лет 20 назад, здесь проповедовал в одной из церквей, писательская церковь такая, красная, красная церковь. Она была только построена тогда как раз. И так что, вот так. С возвращением. С возвращением, спасибо, спасибо. Вот, и хотя с того времени я и не был в Бердичеве, но знаете ли, как вот у нас, у художников говорят, я, кстати, художник по своей специальности, дозерковный моя специальность, художник, художник-оформитель, моя страсть – это пейзаж, вот, и у художников есть такое понятие «эмпрессио», впечатление. Я не присоединись, просто вот это слово «эмпрессио», впечатление. Вот само впечатление, скажу о Бердичеве, было у меня хорошее, хотя города я не видел фактически. Я приехал на служение и уехал. Но, вот, даже, скажу так, можно город внешне хорошо знать, но его не прочувствовать. А можно фактически и не быть, но прочувствовать вот какую-то атмосферу, ауру вот этого города. И Бердичев, я часто вспоминал в молитвах, в «Бог-свидетель», очень часто эти годы. И по разным причинам, по нескольким причинам. Вот, но и потому, что я еврей тоже. По папе я еврей, по матери татарин я. Я вырос в такой среде, татарской, еврейской среде. Вот, ну, больше татарской, потому что моя родня, в основном, процентов 90, это татары, мусульманская семья. Вот, хотя советские мусульмане были у нас такие далекие от религии, люди, как правило, не религиозные мусульмане. Хотя мой дедушка, вот, его звали Гали Ахмед, он у нас бабай мой. Дедушка. В Украине, я знаю, бабай, ами пугают. Но я с детства знал, что это хорошее слово, это означает дедушка бабай. Дедушка. Вот мой бабай, его звали Гали Ахмед, он у нас был мастер облизания. Он у нас всех мальчиков татарских, еврейских, всех облизал. Вот. И это была его, как бы, еще такая неофициальная специальность такая. Вот. И, знаете, но, конечно, с детства мне было так чудно. В еврейской семье меня считали татарчонком, потому что по матери на родство. А в татарском меня называли евреечком, жиденком, по-всякому. Потому что там по отцу родство идет. Ну, как бы, я не знал, кто же я. Вот. Такая с детства была путаница у меня. Но в первом классе я решил, кто я. Я буду русским. Все. В первом классе я точно решил, я буду русским, потому что, ну, меньше мороки вообще. Как бы, и с тех пор я русский. Вот. И, знаете, у нас в училище художественная училась на девчонках. У нее мама еврейка, а папа цыган. Притом такой конкретный цыган. Знаете, вот такой, будулай, вот. Шевелюбый такой. Мы спрашивали ее, Лен, кто твоя мама на еврейка, а папа цыган? А ты кто, Лен? Да, гуская, гуская. Вот. И выросли мы все гусскими. Вот. Но, по милости Господней, пережил с ним встречу в юности. Моя бармитзва произошла вот таким образом, сверхъестественным. В 12 с половиной лет, я не знаю о Боге никакой теории, ни мусульманской, ни иудейской, ни тем более христианской, абсолютно не имея никакой теории религиозной, я пережил с ней встречу. Да, вот с той самой первой встречи прошло, да, почти 40 лет прошло, но я до сих пор очень Богу благодарен, что эта встреча была, пусть даже она была в экстриме, в экстремальных условиях, но она произошла. И я коротко расскажу о себе, я, наверное, представлюсь. Да, я являюсь священнослужителем на сегодняшний день православной церкви, уже 30 лет уже в миссию служения православного священнослужителя. Вот. Но, знаете, моя первая встреча с Богом, как, наверное, и каждого верующего, она незабываема. Но у всех она по-разному бывает, эта встреча. И независимо от национальности, независимо от культуры нашей, независимо от нашей традиции, примерно одно и то же говорит человек, который переживает встречу со Всевышним Богом. Мне очень нравится, как в еврейской традиции называется это тшула. Покаяние, русское слово, покаяние красивое, но покаяние больше в славянской культуре, оно связано с эмоциональной частью, со слезами, с ожелением о грехах, больше с раскаянием, как бы, связано. Но тшула, еврейское слово, оно очень глубокое, около 50 значений на русском языке, в современном есть это слово. Вот. И очень оно объемистое такое. И оно буквально означает, ну, там, не буду в глубины еврина, скажу лишь то, что на поверхности бежит. Это возвращение. Буквальное значение тшулы. Возвращение. И знаете, что я скажу? Что каждый человек, который пережил встречу с Богом Всевышним в своей жизни, он об этом свидетельствует, что произошло удивительное, знаете ли, как будто бы ты пришел в себя. Как будто бы ты вернулся домой, вернулся в свое нормальное состояние, естественное свое состояние. И я тоже пережил это. в 12 с половиной лет произошло это чудо в моей жизни. Ну, начало было не очень хорошее, я заболел тяжело, пневмония, двусторонняя пневмония, и врачи не смогли спасти. Было уже поздно, когда определили пневмонию, оба легких отекли и констатировали смерть мою. Все, как бы моя жизнь тогда закончилась одна. Часть ее, моей жизни тогдашней. И все, родители плакали, потеряли сына. И в этот момент я умер с тем, что я не знал о Боге ничего. Не буду так долго рассказывать подробно, как это происходило, это, если я начну, сейчас оно будет до утра. Я люблю эти вещи рассказывать, я дома часто рассказываю, особенно своим детям. У нас шестеро детей, и три девочки, и три мальчика. Так, фифти-фифти. Кстати, от них тоже привет вам. Да, пользуюсь случаем, кому еще не передать привет-то. Внукам моим. Да, у нас двое внуков уже. Вот, слава Богу, внук и внучка. Тоже так поровну. Вот. Кота нашим привет. Ну, всем-всем, короче. Они потом запись посмотрят уже. Вот. И, знаете, скажу, что само чудо встречи с Богом это незабываемо. Я умирал с тем, что я не знал, что для чего, зачем, почему я жил. Я перед смертью, кстати, вот о чем подумал. Наверное, многие перед смертью об этом думают. Я подумал впервые в жизни о том, ради чего все это было, зачем я жил. Я понимал это смерть. Страх цепенящий был, парализующий страх. Я не мог даже кричать. Испугался даже кричать. Я понимал это смерть. Она как каток ледяной, огромный, накатывалась на меня и выдавливала меня из моего же тела. Это был ужас, это был кошмар. Я не имел даже голливудских таких извращенных представлений о духовной жизни вообще. Я не знал, что есть душа, есть там загробник, что-то есть вообще. Я не знал. Это ноль информации вообще. И поэтому, когда это все, а ведь мне же не говорили еще по старой советской традиции, врачи не говорят до последнего вообще, что с тобой происходит. Вот, значит, и, знаете ли, мне не говорили, что я угораю. Я хотя бы, может, как-то, хоть как-то настроился, я не знаю. Ну, хотя бы, хоть паниковал бы, в конце концов. Вот, а здесь я даже запаниковать не успел. Вот, и я понимал, что это смерть, она меня выдавливала из моего же тела. Я понимал, сейчас она меня додавит до конца, и все, я исчезну, я испарюсь, я перестану существовать. Лампочка перегорает, и все выбрасывает. И последнее, с чем я умер, это были мысли, вот, примерно такие, взрослые мысли. В первой жизни в моей голове, тогда подростка, такие взрослые мысли были. Зачем я? Зачем? Почему? Что природа несправедлива, такие мысли какие-то мелькнули у меня. Вот, мне очень... И последнее, с чем я умер, это была обида. Обидно очень было, что все напрасно как-то, что я жил, что я не жил. Мне обидно было даже, что завтра мои сверстники в школу пойдут, а меня не будет уже. И как-то все, как-то глупо все очень было. Мне так казалось. Но, когда я умер, я не понял, что я умер. Потому что я не испарился, не исчез, не перестал существовать. Не буду рассказывать подробно. Помрете, сами поймете. Не, серьезно, серьезно. Нет, я на фото серьезнее. Я раньше рассказывал, а потом плюнул, знаете, думаю, зачем? Вот, все равно, это вот как Хаджа Масрегин, помните, да, он говорил, сколько ни говори, халва-халва, во рту сладко не станет. Вот есть вещи, которые не расскажешь. Как можно рассказать, вот как академик советский, да, вот Капица, умница был великий, конечно. Вот он рассказывал о двухмерном, трехмерном мире, сравнивал, и говорит, что он нарисовал человечков. И вот представьте, вот для них этот мир, плоский этот мир, и вот я прокалываю этот листовчик бумаги, карандашиком, что для этих человечков сейчас? Это какой-то кружок. Они не видят вот этого движения. Друзья, я думаю, что в преддверии как раз библейского, этого старого, доброго праздника, Пурим, это очень актуально. Потому что, как говорится, евреем может что-нибудь, но на Пурим прийти обязан. И потому что в этой жизни есть тот, кто закатан, казалось бы, в этой жизни, но кто является душой всего этого, происходящего здесь, даже сейчас в этом зале. Душой происходящего всего этого. Как вот в фильмах, допустим, или в спектаклях, я практику после училища художественных проходил в драмтеатре Орловском. И художественное оформление сцены, костюма. Ну, в основном, черновая работа моя была. Но мне очень понравилась эта идея. Вот именно как на подмостке, как актеры изображают. Я не показывался там, конечно же, да. Моя роль была совсем другая. Я помогал художникам, я сам там оформлял, красил все. Но было очень интересно увидеть, что вот твоя работа, она тоже часть этого спектакля. Вот. И режиссер, он не выходил. Да, выходили актеры, но, знаете, вот в игре этих актеров, в работе художника, во всем была душа этого, как бы, режиссера. И сама идея этого автора, спектакля этого самого. Знаете, вот и спектакль нашей жизни есть режиссер. режиссер, есть режиссер, который дает прекрасные роли нам. Ну, порой и всякие, конечно. Но, знаете, пусть Бог благословит нас свою роль на этой земле сыграть блестяще. чтобы небо улыбалось нам и чтобы действительно ангелы Божьи радовались. Вот. Слава Богу. Ладно, друзья, вам о страшном или о свечном, я не знаю сейчас. Как бы, у меня есть несколько тем, но я хочу поделиться еще и на шаббате завтра на служении. Наверное, больше свидетельствовать надо, я так понимаю. Потому что, да, надо кое-что рассказать все-таки. А то, чем я занимаюсь, собственно, почему я вот пугаю евреев, как-то в Кишиневе, да, напугал ту мишпаху совершенно так нежданно-негаданно. В Кишиневе я проводил семинар и говорил об истории христианства, и это была как раз выдавщина Кишиневского погрома, известного такого знаменитого погрома, печально известного, печально знаменитого. Вот. И я рассказывал в большом собрании, там, тысячный зал, битком был забит, и я возьми-то и спроси, вот кто из вас, там, дамы и господа, братья и сестры, кто из вас слышал о том, что в Кишиневе произошло в вашем городе ровно сто лет тому назад, вот без нескольких дней. Молчок. Ну, я стал намеками говорить, вот, у вас здесь много евреев, проживало в то время, что происходило в Российской империи, погромы, я уже конкретно спросил, кто помнит, знает о Кишиневском погроме еврейском. Я не поверил, я потом переспросил еще раз, в зале только лишь одна рука, ну, я заметил только лишь одну руку, пастора самого, он сам с Белоруссии приехал, и он рассказывал, да, потом, да, что, да, он сам сидит на половину евреи, и он интересовался как раз именно вот этими событиями Кишиневского погрома. И я рассказал это все подробно, а потом мы, конечно, вот, пользуясь случаем таким, вот, попали вот в ту общину. И я не сразу сообразил, что, да, я даже думаю, надо было как-то подготовить людей, или надо было по гражданке приехать, безвязь, вот так вот, а то, знаете ли, напугал народ. Но, знаете, что я потом сказал в церкви, в той христианской, большой церкви, что одна из моих миссий, я считаю, от Бога роль, которую Он отвел мне в этой жизни, и ради чего я понимаю и живу, одна из причин это разоблачение лжи, антисемитизма, и борьба с антисемитизмом во всех его проявлениях. Тем более, что став правоостановым священнослужителем 30 лет назад, ну, чуть больше 30 лет назад, 87-88 годы, я тогда служил, читал, пел на клиросе. Кстати, моя мама спрашивала меня, а почему ты не пошел ни в мечеть, ни в синагогу, а пошел в храм православный? Я говорю, мама, ну, у нас, ну, там, где мы жили, на самом деле, не было ни мечети, не было ни синагоги, не было. Вот, значит, все, что с религией связано у нас, это был православный храм. Поэтому мой путь был заказан, как бы, в общем-то, нет, ну, не то, что я говорю, что это было просто так вот необдуманно, это было обдуманно, конечно, я как мог, думал, как мог, как понимал, думал, вот, и читал, и, хотя, по первости, конечно, было очень сложно, потому что тот Бог, с кем пережил встречу, и кого потом познавал через Библию, через его слово, в советское время доставал по крупицам информацию о Библии, потом саму Библию, значит, и с 82-го года мой один товарищ, тоже в училище подростков, он достал мне Библию, вот, и тогда уже началась такая, а первая моя Библия, до того, это были книги по научному атеизму, вот, и, потому что после с ним встречи, мне, вернувшись, я, значит, понимаете, скажу лишь одно, что он хороший, вот, и не потому, что я батюшка, священник, и обязан как-то что-то о нем хорошее говорить, как бы, простить ему, или что-то еще, не-не, даже дело не в этом абсолютно, вот, он очень хороший, очень добрый, вот, я реально в жизни ничего добрее не видел, вот, я на тот момент, я вырос в семье очень любящий, мама, папа, хотя они были атеистами, убежденными, атеистами, да, но, знаете ли, очень добрые люди, и я, Богу благодарен за моих родителей, даже, порой, думаю, они, может быть, были даже чрезмерно добрыми, вот, к нам, как бы, с братом, даже не наказывали никогда нас абсолютно, но, но, знаете, когда я был перед Богом, он, я знал, что это Бог, и он очень добро смотрел, настолько взгляда запомнился, он очень любящий, очень любящий, очень добрый, мне еще было сравнить, вот, мама, папа, вот, все, что я знал, моя собака, кстати, вот, тоже взгляд напомнил, немного, вот, давно еще это было, еще пять лет было, шесть лет, у меня была собака, большая, она, ну, в нашей семье жила, она меня очень любила, постоянно, она меня облизывала, и на меня смотрела всегда так, что, я понимал, что, вот, скажи ей жизнь отдать, она отдаст, даже не спросит, зачем, почему, вот, вот, просто она вот, любящая смотрела всегда на меня, вот, и, кстати, там я, вот, ну, пусть это не воспримется как богохольство, но, глаза его, вот, опомнили мне, вот, и глаза собаки, вот, я не знаю, вот, но это была сама доброта, это была сама любовь, вот, и он простил меня, и вернул меня, хотя я потом и пожалел, честно говоря, первые дни были очень тяжелые, после возвращения, потому что была такая изоляция, я не мог, я не мог жить, научиться снова жить, но уже без него, не видя его, вот, и я хотел хотя бы, тем более, поговорив со взрослыми, я не мог ничего им, как бы даже итогом объяснить, я попытался маме объяснить, рассказать, что я видел, она была перепугана, ужасно перепугана, потому что врачи напугали их, родителей моих, что, вот эта смерть, как бы, и тем более, довольно, достаточно положительно, что не без последствий, вот, мое воскресенье, они как-то попытались объяснить, там, второе дыхание, как бы, организма, что-то еще там, но очищение обоих легких, они никак не могли объяснить, потому что я же умер от того, что обоих легких отекли, вот, но когда я зашел в себя, то мои легкие были чистые, оба легкие были чистые, абсолютно, вот, значит, это они никак не могли объяснить, абсолютно, то есть, вот, даже физически это проявилось, в таком чуде, но я когда попытался, я спросил маму, мама, ты же, говорю, умрешь? Она, да, конечно, но все же умирают, а я говорю, вот, если ты умрешь, говорю, вот, как ты думаешь, ты перестанешь существовать или нет? Такая тишина такая наступила вообще, я, ну, я осмылился дальше уже, потом говорю, что, вот, маму говорю, а если, говорю, значит, ты все-таки не перестанешь существовать, вот, как думаешь, ты там что увидишь? И все, здесь истерика уже, здесь уже, вот, я в первых жизнях видел напуганную маму, настолько сильно напуганную, вот, и, ну, у меня мозгу хватило дальше не рассказывать, вот, знаете, тебе, вот, и со сверстниками тоже не мог поговорить об этом в своем опыте, но самое главное не в этом дело было, самое главное, что он не хотел с ним пообщаться, а как? Как общаться, если я не знал как? У меня был только лишь один образ общения с ним, это встречи, это заболеть, умереть, пообщаться, да, быть с ним и вернуться. И я грешным делом, даже помню, в школе сидел на уроке, у меня такой план созрел, такой какой-то шальной, специально простыть, мороженого больше поесть всего, простыть, вот, я был даже готов уже, морально был готов рискнуть еще раз, вот, но лишь бы хотя бы, думаю, хотя бы секундочку ему в глаза посмотреть, хотя бы секундочку, я просто не мог без этого жить. и, но слава Богу, не дошло дела до мороженого, до простуды, вот, значит, все было довольно мирно, во сне, я научился разговаривать с ним во сне, вот, первый сон был потрясающий, это как игра, мальчики, девочки, чуть младше меня, и они играли в такую как бы игру, там был Бог, но его я не видел, но самое интересное, в этом сне он настолько ярко присутствовал, но невидимо, как бы, ширма не ширма, ну, вот что-то такое, как завеса, не завеса, ну, что-то такое, прозрачный, не прозрачный, не помешивый, вот, и за ним он был, я знал точно, он там, вот, и эти мальчики, девочки, они как бы что-то делают, допустим, Бог их видит, безусловно, вот, но самое интересное, они начинают ему пересказывать, все, что они делают, мне показалось это как-то глупо вначале, а потом мне так захотелось тоже, и я давай тоже рассказывать Богу, вот, пожаловался ему на судьбу, вот, вот, что на свои шеи вернулся, как бы, и что значит, что мне очень тяжело без него, хочу хотя бы секундочку во глаза посмотреть, я все это на рассказал его, все высказал, и проснулся, и мне так хорошо, я проснулся с таким чувством хорошим, что, можно так, и знаете, я в первый раз в жизни попробовал общаться с ним, не выходя из тела, тогда же рано утром, сейчас позаранку, вот, я вот так вот, правда долго не решался, закрылся, и долго не решался никак поговорить, мне казалось, это, это как психи делают, он не видит никого разговаривать с кем, понимаете, это же ненормально, но во сне, вот, воспоминания о том, что во сне это было очень хорошо, и очень было приятно, это воспоминание меня подталкивало, будоражило постоянно, и я все-таки решился, думаю, даже если это и глупо выглядит, в конце концов, никого же нет, я один на один, как бы сам с собой, если я позорюсь, то только сам перед собой, ну все, вот, и я, значит, начал сеанс связи с ним, я, значит, представил себе это, как вот Штирлиц, Рогический Кайп, значит, там, и как бы у них там сеанс связи, Юстус Центру Центра, Юстус Ореки, я ему примерно так сообщил, говорю, Бог, говорю, прием, это я, Сережа, вот, в ответ тишина, но, ну, мне даже, я даже не ждал, честно говоря, ничего оттуда, мне было, хотя бы вот, сообщить ему, координаты свои, как бы, и всю информацию слить ему, мне даже, даже не надо было ответа, вот, мне бы просто высказаться перед ним, и все, вот это вот, и я давай ему рассказываю, поначалу, первое, было, так, сложно говорить, а потом, как бы, разошелся, я уже с ним, уже поговорил, уже, уже, к подъему, уже к будильнику, я уже с ним наговорился, уже, ну, и говорю, все, спасибо, до связи, вечером снова выйдем на связь, как бы, да, вот, здорово, мне так понравилось, я уже в школу, уже шел, уже нормально, уже без, вот, я знал, что вечером мы снова, вот у нас будет сеанс, встреча, я буду с ним разговаривать, пришел со школы, и давай ему все рассказывать снова, что было в школе, все, все, абсолютно все, как мне плохо без него, как, и прочее, и, так, облегченно вздохнул, так, здорово как-то, думаю, хорошо, вообще, и умирать не надо, так, можно с ним, вот так вот, знаете ли, вот, и, я уснул, не заплаканный, уже, как в те, те дни были предыдущие, а, нормально, уснул себе, но меня во сне ждал второй стресс, еще больше, честно говоря, второй стресс у меня потряс на всю жизнь, я не, как художник, я полон образов, вот, с того сна, многие из них библейские, эти образы, это, и огромный лев, я видел львов в зоопарках, но, такого огромного не бывает в природе, просто, это огромный лев, и он меня не сожрал, как я испугался вначале, он меня облизал, вот, и, и, так интересно, я проснулся весь облизанный, как, леденец, вот, и, и в этом сне я боясь, что, ну, сны такие тонкие были, что в них можно было закрывать глаза, ничего не видишь, открываешь в этом сне и все видишь, можно было, то есть, ну, сны реальные, очень реальные, вот, как в церковной традиции православной называется тонкий сон, тонкий сон, проявления его остаются после пробуждения, вот, это, ну, такие фантастические вещи, казалось бы, да, для материалистического сознания, но факт остается фактом, есть подобные вещи, вот, и я переживал их неоднократно, но, по крайней мере, в юности это было даже, даже, как многосерийный фильм такой, поначалу пугался немного этого, честно говоря, потому что, значит, я когда засыпал, я просыпался на том же месте, где проснулся утром, поначалу было чудно, а потом даже интересно стало, уже днем, уже пока в школе, я думаю, что же будет в следующей серии, как бы дальше, там, что будет, где я буду еще, я видел себя взрослым, видел себя уже с бородкой, в длинной одежде, я же попов никогда не видел в жизни вообще, с некими священниками, я думал, может быть, это шинель такая, старого образца, я из семьи потомственных там, чехистов, дедушка, бабушка, ветераны ЧК и НКВД были, значит, там, и от Сталина получали награду, бабушка получала там, все время, гордились очень сильно этим, в нашей семье тогда, вот, и знаете, я думал, наверное, это шинель старого покрова, наверное, я так представил, вот такая, которая по самую землю, наверное, вот такая старая шинель какая-то, думаю, а при чем я с бородкой, никогда не видел офицера с бородкой, и без погон, ну ладно, а потом уже, я забыл пройти сон, а потом уже спустя годы, будучи священником, уже в 91-м году, начало 92-го года, на одном из приходов, когда меня направили в командировку, потом там дали указ на это село, быть настоятелем там храма, у меня было доживю, я, значит, приехал первый раз в село, у меня командировочное удостоверение на руках, я приехал в село, мне объяснили, там пройдете, там за остановкой, там будет храм, вот там улочка, ну все, я пошел, и у меня доживю, я точно был здесь, стоп, я здесь никогда не был вообще, я городской житель, я в селе никогда ни одного дня не был, не может быть у меня здесь доживю никакого, а я точно знал, сейчас зайду за угол, и там будет улица вот с такими лужами, такими, зашел точно, один к одному, думаю, стоп, я же не был здесь никогда, и вдруг меня осенило, я же это видел тогда, в 12 с половиной лет, это же место, только я видел не своими глазами, а чуть со стороны, три четверти, и себя я видел, вот так вот, чуть вот так вот со стороны, получается, да, и точно, на мне длинная одежда, это не шинель, это ряса, вот почему нет погодов у меня, почему я в этой длинной одежде, и почему с бородкой, о, все до меня дошло, думаю, вот это да, ну и многие другие вещи, интересные очень вещи, знаете, иногда в жизни происходят вещи необъяснимые, естественным образом, вещи сверхъестественные, и в жизни разных людей они происходят, просто многие люди не задумываются над этим, не акцентируют на это внимание свое, не задумываются, порой, знаете ли, списывают на его величество случай, но очень правильно, мудро говорил, такой протестантский златоуст, Чарльз Педжин, в 19 веке, он говаривал, что его величество случай, это псевдоним говорит, его величество, Господа, Бога, вот Магилат Астер, книгу из фильма читаем, да, уже близится Пурим, близится Пурим, слушайте, друзья, великий праздник, древние мудрецы еврейские даже говорили, однажды все праздники, больше или меньше они уйдут, камут в лету одним словом, уйдут в историю, но Пурим никогда не уйдет в историю, и в этом что-то есть, в этом есть какая-то особенная мудрость, действительно, премудрость, и там как будто бы все случайно, вот у царя пропал сон, давай ему книжки читать, как будто бы случайно, могли бы, там же наверняка много записей-то, понимаете, тысячи и тысячи записей, именно попадается эта запись, хорошо, он мог бы мимо ушей пропустить, мало ли там, когда-то что-то произошло, но именно его внимание вдруг, стоп, а что бы надо было по Мартахаре, что сделает ему товарищу, так ничего, да вы что, даже медаль не дали, потому что, ну как бы, стыдно должно быть, и понимаете, вроде бы случайно, Аман этот самый, да, тогдашний, Гитлер тогдашний этот, фашист недобитый, он значит, понимаете, он значит что, он уже виселицу приготовил, для Мартахая, и пришел, казалось бы, потирать руки уже, а что произошло, и царь-батюшка говорит ему, а что бы ты сделал, вот тому и тому, за то и то, он, конечно, еще одну лычку получил, еще одну звездочку на погонах, конечно, что он давай рассказывать им, что бы он сделал бы, вот, там и Дэскот соответствующий, и такая там уже, там не знаю, какая-нибудь там, Роуз Ролис какой-нибудь, одним словом, он все расписал, вот иди, и все это сделай тому, еврею, из Берличева, простому товарищу, такому, да, работяге, вот ему и сделай все это, как, антисемит пошел, и все это стал делать для еврея, слушайте, вот вроде бы случайность все, но, даже о миру говорят, даже люди далекие от религии замечают, что случайно, просто так плечами скочат, что на самом деле все, есть какая-то причина всему здесь происходящему, пусть Господь благословит вас, дорогие друзья, и, знаете, я очень люблю этот праздник Пурим, я в каждой книге Библии нахожу какой-то ответ для себя определенный, ответ на свои вопросы, и каждый раз, и первый раз, когда прочитал, тогда в 13,5 лет получается, как раз, о Пуриме, прочитал именно книгу «Исфирь», вот, то, знаете, что я удивился, эта книга, в отличие от других книг, она больше вопросов оставила, чем ответов, но это было так интересно, вроде обычная история, а столько много необычного в ней, спасибо Богу за все. Ладно, друзья, и сегодня вообще-то как бы шаббат, вот, и сегодня, завтра на служение буду тему такую, такую непростую раскрывать, пытаться с Божьей помощью, вот, но, знаете, сейчас, перед тем, как продолжу, хочу просто Бога поблагодарить за все, и поздравить тебя. Спасибо, Отец, спасибо, сущий на небесах, Бог живой. Благодарю тебя за эту честь сегодня быть с моими братьями, сестрами здесь, в Бердычеве, здесь в общине. Благодарю тебя за эту честь, и вот свидетельствовать, что, выше говорю, делиться словом, Боже, помоги. Благодарю тебя за этот субботний день, удивительный день, заповедь, которая начинается со слов «помни», и которую так быстро забыли люди. Отец, благослови нас, ну, а я, как и спикер, вот и с микрофоном, я поздравляю тебя, я, ты со всех собравшихся, поздравляю тебя с этим твоим днем. Спасибо за то, что ты сотворил нас, этот мир, шесть дней ты творил, седьмой день почин, отдыхал, вместе с нашими пращурами, пра-пра-пра-пра-пра-пра родителями. Спасибо за Адама, за Еву, спасибо за наших родителей, от одной крови, ты, Бог, произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив пределы обитания народом, назначив времена, сроки, благодарю тебя, благодарю тебя, что вот первый шаббат, наши пра-пра-пра родители встретили с тобой, Божие, и потом, когда двери рая были закрыты, когда пережили Адам и Ева, это изгнание, Боже, из субботы в субботу, на протяжении почти тысячи лет, они вспоминали о том былом потерянном рае. Благодарю Тебя, Господь, что во времена Авраама, Исаака, Израиля Ты говорил о себе, говорил о своей любви. Благодарю Тебя, что не оставлял даже в рабстве наших отцов, не оставлял их, заботился, умножал, благоставлял даже в дни скорби, даже в дни мрачные. Ты хранил, оберегал. И благодарю Тебя, что 3330, почти один год тому назад, Ты совершил это чудо, великое избавление народа Своего, вывел из рабства египетского. Благодарю Тебя за то, что Ты и по сей день тот же Бог великий. Благодарю Тебя за великую победу Твою. Благодарю Тебя за спасение Твое. Ты во Христе примирил с Собою весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Благодарю Тебя за слово евангельское, за слово примирения, слово Твоей любви. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благословен Ты, Царь наш. Аминь. Саббат, салум. Саббат, салум. Саббат, саббат, салум. Саббат, салум. Саббат, саббат, салум. Саббат, салум. Саббат, салум. Саббат, салум. Саббат, салум. Саббат, салум. Субтитры создавал DimaTorzok 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 невозможно, у вас двое детей уже, у вас же и матки как таковой нету, как это вообще возможно? А потом, значит, медсестра спрашивает, ну, а где вы работаете? Ну, домохозяйка, а муж, вот, ну, священнослужитель, батюшка, что ли? Да. А, ну, у них все может быть. Так, а у них все может быть. Но дело не в том, что батюшка, не батюшка, я знаю, что действительно, когда мы в нем, да, а он в нас, то свершаются чудеса. Вот, и Иисус говорил, что, когда, значит, уходил, он сказал, что кто будет веровать, да, и крестится, будет спасен. Многие верующие почему-то считают, что здесь идет речь о водном крещении как таковом. Это, ну, частично это правда, частично лишь, и довольно это очень упрощенное понимание вопроса. На самом деле гораздо все серьезнее. Вот, баптизо, слово баптизо там стоит, да, погружение. Но дело в том, что во времена Иисуса Христа и лет за 300 до него еще, до нашей эры, и лет 500 после уже Иисуса, это слово употреблялось по-другому. То есть оно имело другое значение. Баптизо, вот в современном греческом языке, оно означает, что, окунание. Погружение в смысле окунание. Вот погрузился, это уже все, баптизо. Но в древности не так. В древности означало баптизо, это погрузиться и там и остаться. И пропитаться всем этим, во что-то погрузился. И для описания чаще всего соленья огурцов использовалось. Баптизо, слово. Да, соленья огурцов. Любите соленые огурчики? А малосолы любите малосол? Своя прелесть в малосоле есть, да? Малосол, он сочетает и свежее, и соленое в себе. На шкурке уже соленое, а внутри еще свежее. Еще запах грядки сохраняет. Вот это сочетание свежего и соленого свою прелесть создают. В древней Греции тоже любили малосол, но баптизо к нему не относили. То есть это вообще не баптизский огурец. Да. А какой же огурец баптизский был уже для них? Баптизо, это был огурец, который прошел полностью просолку. Который имеет соль не просто на шкурке своей, а внутри себя уже имеет соль. Новый Завет, да, говорит? Имейте соль на шкурке, да? Христиане, нет, в себе. Имейте соль в себе. Внутри себя. Поэтому нет малосол, да, просолки. Так что, товарищ огурцы? Солитесь. Да, солитесь. И первое завтрак у огурца какая? Ну, первое правило. Нормального огурца какая? Не дергайся. Расслабься. Не дергайся. Попал в рассолки. И все. Твое тело просто не дергаться и расслабиться. Все. И просадиваться. Все. Это первое. Быть в шаломе, одним словом. Все. Вот. И знаете ли, вот да. И на самом деле древние греки, когда огурцы проходили полностью просолку, да, они говорили, это баптизо, баптизо, баптизо. Попадают эти огурчики. Но на самом деле, друзья, я так рассуждаю, что Бог хочет, чтобы весь урожай был собран в закрома. Чтобы на грядке ничего не погибло. Потому что Он хочет, чтобы все полностью было спасено, сохранено. Бог хочет, чтобы все люди спаслись вообще. И достигли познания истины. То есть, первое, это спасение, да. А второе, еще достижение познания истины. Вот сама эта просолка. То есть, чтобы они попали в Него, внутрь Него, да. И Иисус интересно сказал, у нас, у Него закуляться уже, да, по времени? Не, нормально? А, ох. Слушайте, а что же с вами дело тогда? Ладно, что мы сейчас споем. Что мы православное споем. Или еврейское еще. Вот, знаете, по поводу огурцов. Пример очень важный. Потому что для человека, верующего, да, как Иисус говорил, помните, да, что кто будет веровать, да, будет крещен в Отца, Сына и Святого Духа. Пропитается Госущностью. Во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Он должен пропитаться Господом. А еще Господь сказал, что пропитавшиеся, вот эти товарищи, да, и чудеса и знамения будут сопровождать жизни вот человека. Получается, что Бог хочет не только нас благословить, просолить собою, пропитать нас собою, но и через нас совершать сверхъестественные какие-то деяния в этом мире. И даже из того, что перечисляется, да, там, первое, там, просто ошарашивающее такое, имени моим будут бесов изгонять. Вот, и, конечно же, имеется, ну, не просто во имя Иисуса, да, направо-налево, а действительно, де шер и ишуа, да, во имя Иисуса, де шер, имя, да, де шер буквально в имени, в имени, можно так перевести, в имени Иисуса. Опять-таки намек на то, что не просто я с именем Иисуса на устах, а я в нем, я в нем нахожусь, а он во мне. Самое великое таинство, дамы и господа, братья и сестры, самое великое таинство, именно это, Христос в нас, упование славы. Христос в нас, упование славы. И что это дает человеку? Все, новая жизнь, совершенно новая жизнь. Опять-таки, как и пророки говорили, помните, когда Иисус только родился еще, то пророки как раз вспоминались пророческие слова, что дема в очареве примета ради сына и дарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог, но буквально в нас сущий Бог, потому что Эману, слово еврейское, да, оно похоже на Этану, Этану, оно даже пишется похоже и произносится почти похоже, но разница принципиальная. Этану с нами буквально, близко, возле нас Бог, Этану Эль. Но Эману, именно буквально, это можно перевести и с нами тоже, но более правильный перевод, это как бы внутри нас, съеденный выпитой нами. И, кстати, вот один из переводчиков писания тоже очень хорошую иллюстрацию дает. Я не такой знаток иврита, но очень люблю смотреть такие вот курсы, где с примерами, наглядными примерами как раз вот разъяснение идет. И вот самый пример, очень хороший, мне понравился, с водой. Вода, как наявите вода? Маин. Маин. Небеса? Шэм Маин, да, вот, как бы имя, дающее воду. Имеется тут Всевышний Бог, дающее нам воду. И вот вода, которая в стакане, да, по отношению к ней я могу только сказать, только Этану, Этану. Она рядом со мной. Ну, я могу так и засохнуть. Да? Вода сама по себе, я сам по себе. Вот, но когда я пью ее, ваше здоровье. Ляха. Вот тогда она уже во мне, она растекается по мне. Еще буквально пару минут, она уже заполняет. Она частью меня становится сейчас, эта вода. Приятный процесс вообще. Вообще много всяких хороших напитков, но лучше воды ничего нельзя просто придумать для человека. И вот эта вода, она частью меня становится, я частью ее становлюсь. Ха, интересно. И получается, что вот по отношению к этой воде я могу только сказать, Эману. Эману моим. Она растворена во мне, я растворен в ней. Интересно, но как можно Бога съесть? Как можно выпить Бога? Очень странно, казалось бы, да? Как можно Бога растворить в себе, а он во мне, а я в нем. Мы растворяемся друг в друге. Опять-таки, помните то любовное послание. Вот, братья, чем книга Пурим уникальна, книга Эсфири, о Пуриме рассказывающем уникальне, что там нет имени Всевышнего, да? Нет имени Всевышнего Бога. И еще есть вторая книга, тоже Библия, тоже такая странная. Какая книга? Есть нет. Песня Песней. Буквально как звучит? Шир-го-ширим. 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 И вот, и вот эта удивительная песня Песней, она в книге всех книг находится. И это песня любви. И представляете, древние мудрецы, еще даже до прихода Машиаха, до Рождества Христа, именно в этой книге находили ответы на, как бы, на главные вопросы. говорили, что именно в этой книге, ну вот, я пример приведу сейчас такой, вот, времен прихода Христа, времен Рождества Христа, да, две главных школы было, богословских, ну, я имею в виду, не религиозные, там, сообщества, а именно богословские школы. Их было множество, но две таких известных, школа Гелеля и школа Шамая, две таких школы, они спорили между собой, при том спорили и надо, и не надо, и по вопросам обрядов, и по вопросам вероучений, традиций, праздников, их мнения порой были диаметрально противоположны. Кстати, Галилея языческая, знаменитая, да, насчет места, там, в основном, школа Шамая была распространена, мистическая во многом школа, очень интересная. И многие вещи, которые Иисус говорил, они, в принципе, как раз, именно, были поднимаемы в школе Шамая, тогда. Вот, как раз, именно, допустим, о рождении свыше, вот это вот, как раз, о необходимости духовного перерождения человека, рождения свыше, в школе Гелеля это отрицали, вообще напрочь отрицали подобную практику, учение. А в школе Шамая настаивали на этом. И поэтому, когда Иисус говорил, помните, с Никодимом, да, он сказал ему, ты один изучили Израиль, разве ты об этом не слышал? Это все уже слышали, я уже, но судя по таким ответам Никодима, он был типичным представителем школы Гелеля. Потому что основные как раз ответы Гелеля были как раз вот те, которые Никодим высказывал. Иисусу. Ну, очень примитивные такие представления, что я должен в утробу матери и родиться по-новой, о чем ты вообще говоришь? Вот. Вот, но я понимаю, что до Иисуса уже это все звучало. И в принципе, в разговоре с Никодимом они лишь повторили две разных этих версии, два разных мнения, двух разных школ. Но самое интересное, Иисус, он не просто сказал мнение учителя, да, Шамая, нет, он это учение довел до совершенства. Он указал на самого себя. Он указал, как Моисей вознес змея в пустыне, так должен быть вознестянный и сын человеческого, чтобы всякий верующий к нему не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус, по сути, указал, что он есть ответ, и Иешуа, он есть ответ на этот вопрос, как должно духовно переродиться, родиться свыше, по-новому. Удивительно. Вот, и, конечно, когда вот этим школам, двум богословским школам задавали вопросы, они на все вопросы отвечали порой прямо противоположно. Даже, например, вот праздник, вот у вас там в лесу Ханука обозначено, еврейское Рождество у нас называют, да, еще зимний такой праздник. Вот на Хануку ханукальная минора, как мы ее называем?